Поделитесь самыми странными или страшными историями из серии «Чёрт побери, я больше не могу дружить с этим человеком». Окончательно перестала общаться с одной из лучших подруг после того, как поняла, что она вымещает на мне свои обиды и нереализованность. До этого мы много раз ссорились, потому что разные мнения, и каждый раз мне казалось, что она ведёт себя надменно и высокомерно, а казалось, что не казалось. Последний раз она мне буквально предъявила, что я сильно изменилась, и ей это не нравится. Вспоминала многое из прошлого и каждый раз ставила в пример себя любимую. При этом постоянно навязывала мне чувство вины. Последней каплей стала моя свадьба. Она была приглашена вместе со своим мужем, но у них родился ребёнок за месяц до свадьбы. В итоге моя подруга, изначально хотевшая оставить малышку с мамой, заявила мне, что она может прийти только с ребёнком. Беспокойным, болезненным, ещё и в коронавирус малышку тащить на свадьбу. При этом не просто с ребёнком, но и со своей мамой, чтобы та сидела с малышкой. И обязана была ей создать все необходимые условия для этого. Что я как дура пыталась организовать, пока не попала в больницу, после чего мне вообще ничего не хотелось сделать, было много стрессов. Моя мама была в бешенстве, говорила, что не допустит срыва свадьбы. В итоге подруга не пришла и написала другой моей подруге, что никто не расстроится. И потом ночью, в день свадьбы, на моё сожалению, что её не было, ответила мне гнусным сообщением, что я завишу от матери, с оскорблениями и заблокировала меня. Мы прекратили общение. Я уехала с мужем в Индию, он индиец. И через пару месяцев она опять объявилась. Я возобновила общение с условием уважения друг к другу. Мне врачи запретили нервничать, её хватило на две недели. Она за это время пыталась выведать у меня, как я живу, сколько зарабатывает мой муж, работаю ли я. Жаловалась на трудности с ребёнком и нехватку денег. После чего вылила на меня всю грязь, которая гнила у неё в душе. Я посоветовала ей обратиться к психологу и узнать, почему она пишет, что скучает и хочет общаться с человеку, которого презирает, обвиняет, считает все действия неверными и так далее. И заблокировала её, перестав отвечать. Хотя она пыталась дальше давить. Мой муж её терпеть не может и считает манипулятором. При этом это была единственная подруга, которая не приняла мои отношения с ним. И вообще всё, что вписывается в её образ видения мира, всё плохо. При этом она меня и остальных обвиняет в этом. Что я считаю её плохой, потому что у неё другое безупречное мнение, которое я, видите ли, не желаю слушать. Хотя у всех людей разные мнения. Я спорю иногда с другими друзьями, но они уважают меня и я их. Надо ли говорить, что у неё почти не осталось друзей. Мы дружили последние классы в школе, потом поллета провели вместе, ища место, куда бы могли поступить. Она не особо охотно соглашалась на встречи и прогулки, потому что она жила с сестрой и её детьми, и ей приходилось за ними следить. Я это понимала. Когда она попала в секту, её все осудили. Я, конечно, правда, стерегла её, но мы продолжили общаться. Всё изменилось, когда у неё появился парень. Меня очень удивило и обидело, что она гуляла с ним каждый день. В то время, когда мы её звали, у неё всегда были дела, но для него у неё всегда было время. Я понимала, что это любовь, что она имеет право проводить с ним много времени. Но вскоре он заполнил всё её время. Прошлым летом она постоянно тусовалась с ним. Когда я её просила встретиться, у неё не было ни единого дня, чтобы провести со мной. Её парень должен был куда-то уехать на месяц, и они старались проводить много времени вдвоём, потому что долго не увидятся. Мне было сложно это принять, но я её поддержала. В итоге он никуда и не уезжал, а когда я попросила встретиться, у неё опять были дела. Последней каплей стал мой день рождения. Я уже очень давно праздную свой день рождения два дня. Один день с друзьями, другой с семьёй. Я пригласил её на вечер с друзьями, но она отказалась, так как там было слишком много парней, и её не отпустит её парень. Я и это понимала, и не стала настаивать. Вместо этого я позвала её на день рождения с семьёй. Там-то уж точно не будет парней. Но она сказала, что не придёт, снова из-за её парня. Она даже не позвонила мне и не поздравила. И это я бы истерпела, но тогда за меня вступилась моя сестра. И я поняла, как я была слепа. То, что для подруги я уже давно ничего не значила, в мою жизнь был всепоглощающий парень. Может, со стороны могло показаться, что я бессердечна к её любви. Но я и сама была в отношениях. Но у меня всегда было время для неё. Что так дела не делаются, что нельзя так друзей кидать. В итоге мы не общаемся уже более полугода. Она не извинилась, она также с тем парнем. Я не жалею, что мы с ней расстались. Дружили 9 лет с моей подругой. Очень близки были, знали друг о друге всё. Однажды она просто перестала отвечать на сообщения звонки. Даже не читала их. Я так переживала, думала, что-то случилось. Оказывается, что ей просто надоело со мной общаться. Потом она передумала, писала мне. Но прежнюю дружбу вернуть было невозможно. Я всё ещё очень люблю тебя, подруга. Когда религиозная подруга в церкви на всех орала, когда нарисовались отношения с мужчиной. Так как нельзя иметь отношения с неверующим. А потом решила выйти замуж за наркомана, отца своих детей. И когда её не благословили, решила уйти из церкви. Но до этого сказала, что ей не нужны люди, которые не будут её поддерживать в этом решении. А я была против, потому что видела, что это разрушит её жизни детей. Когда она уходила, я не прощалась с ней. Просто ушла и заблокировала её. Я считаю, что она предала меня. Постоянно меня унижала, говорила только про то, что она где-то там выиграла, провоцировала меня на ссоры. Постоянно отменяла встречи в последнюю секунду. Или даже когда я уже вышла, хотела, чтобы я гуляла и разговаривала только с ней. Хотя сама, как я уже говорила, опаздывала или не могла. Если я гуляла или разговаривала с другой подругой, она обижалась. Последней каплей стало то, что когда она приехала с соревнований, начала говорить про то, что она выиграла. А также стала ещё больше меня гнобить. После того, как я перестала с ней общаться, постоянно пыталась извиниться. И когда я её прощала, гнобила ещё больше. Чёрт возьми, прошло уже около полугода, она всё равно преследует меня и пытается извиниться. Мы дружили довольно долго, где-то 6 лет. Потом у неё появилась своя компания. Мы стали очень мало общаться, она игнорировала меня. Через месяц она начала, так скажем, пользоваться мной. Если я ей отказывала, она начинала говорить, какая её ужасная подруга, и как таких земля носит, и так далее. А через день она вела себя так, как будто всего этого не было. Я не выдержала всего этого и прямо сказала, прости, но ты мне больше не подруга. Прошёл уже почти год, и я ни о чём не жалею. Когда она разорвала нашу дружбу, а через несколько дней написала, мол, что у неё был плохой период в жизни. Я вспылила, ведь сама тоже не была чиста. Давно надо было это сделать. Я очень разозлилась, что она так просто относилась к нашей дружбе. Затем послала в ЧС, и, наконец, почувствовала себя свободной. На душе стало легче. Вот уже теперь я понимаю, что наша дружба была для обеих сторон абьюзивной. Я была той, у кого то было настроение, то не было, а она не была той, кто видел перед собой поддержку. В общем, дружба по необходимости это плохо. Теперь я нашла друзей по интересам, и, может быть, у меня пока нет лучшей подруги, но это не так плохо. У меня есть хорошие друзья, и я верю, что она тоже нашла себе хороших друзей. Надеюсь, она сможет распутать клубок самообмана, эмоциональной давли и сможет жить счастливо. Мы дружили два года, всячески помогали друг другу. Она переехала в Россию, а я в Италию. Поначалу мы общались тесно, как всегда. Потом она впала в депрессию, я звонила, поддерживала. Начала замечать, что она выдает из мухи слона, и что она хочет притягивать к себе внимание. Пыталась покончить с собой, чуть не стала анорексичкой. Начала звонить только я, писать так же. При одном разговоре она сообщила мне, что перестала дружить с одной нашей общей подругой, и попыталась поставить меня против нее. Она пару раз удалилась с друзей, просто так. Помню, я ей выговорилась, потому что я много терпела ее выходок, и она считала, что я не права. Я оплатила ей счета, и договорились, что при первой возможности она отдаст назад сумму, поскольку сама была не в лучшем финансовом состоянии. Каплей было то, что у меня была неприятная ситуация на работе. Я хотела ей выговориться, а она сказала мне, что ей не до меня, что она идет с парнем на свидание. Терпение лопнуло. У меня есть несколько таких друзей. Я позитивный и очень тактичный человек. Мне вообще сложно что-то кому-то высказывать. Я была в сложной ситуации. У меня была настоящая депрессия, но так как я раньше с таким не сталкивалась, мне было просто плохо настолько, что я начала понимать людей, вышедших в окна. Также я начала замечать, что мои две близкие подруги все больше отдаляются от меня. Им все равно, что я говорю. Знаете, как будто я в вакууме. Не важно, что я рассказала, хорошее или плохое, это или обесценивалось, или игнорировалось. Все мои успехи или переживания. В какой-то момент мне это надоело, и я решила с ними поговорить. Меня беспокоят наши отношения, и я ничего не могу и уже не хочу вам рассказывать, потому что мне кажется, что вам это совсем не интересно. В итоге я получила массу нравоучений о том, что они сопли жевать не любят, хотя по очереди регулярно рыдали на моей кухне в разных своих сложных ситуациях. Что вот у нашей знакомой все гораздо хуже в жизни, вот где проблемы. Она с мужем попали в серьезную аварию. Что я должна, если хочу поговорить, бросить детей и после операции ехать 100 километров на дачу к одной из этих моих подруг. А просто позвонить она мне боится, потому что 9 лет назад она мне звонила, и я ей как-то грубо ответила. Я тогда разводилась с мужем. Он страдал бредом ревности и рассказывал, как будет меня убивать. Я его боялась уже, а она пыталась вправить мне мозги, чтобы я не делала глупости и не подавала на развод. Я тогда сказала, что она не понимает, о чем говорит. Как-то так. После того разговора, хотя я как раз не старалась их игнорировать и была не против повторного разговора, они со мной больше не здоровались и не общались даже при встрече. Муж одной из них, он друг моего мужа, тоже искренне не понимает, почему так произошло. Вначале я переживала, но потом в разных ситуациях заметила, как ведут себя другие мои друзья. Им не плевать на то, что я чувствую, мы всегда можем поговорить. Думаю, все к лучшему и не стоит держаться за друзей, с которыми чувствуешь себя погано. А на этом все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр, всем пока!